всем привет добрый вечер здравствуйте здравствуйте всем привет добрый вечер здравствуйте всем привет здравствуйте девчонки и мальчишки сегодня у нас с вами опять же продолжается серия праздничных прямых эфиров к новому году рождеству и сегодня мы сделаем с вами вот такие простые но очень нарядные праздничные варианты дизайна здесь у нас также главная героиня будет звезда но мы сделаем такую интересную подфоновку простую легкую интересную подфоновку и добавим конечно стразы стразы сейчас в сезоне в тренде в этом сезоне да в новогодние праздники рождественские праздники всегда больше дают припочтение клиента именно сияющим вариантом маникюра так что мы вот такое и сделаем спасибо девчонки спасибо добрый вечер всем привет здравствуйте здравствуйте я буду уже начинать так как знаю что сейчас очень очень мало времени на какие-то просмотра эфиров на мастер-классы потому что все пилят работают с утра с утра до вечера постараюсь сделать короткий эфир что было проще пересматривать в записи и так что у нас по фону для фона мы будем использовать цвет мой любимый цвет истинная красота 267 я уже перекрыла просушила одну минутку у этого цвета достаточно сухая дисперсия после просушки так что мы можем без проблем начинать дизайн по липкости следующий момент что я буду использовать я буду использовать эмпасту эмпасту белый рафинад и сделаю легкую такую подтонувку нежно белого цвета молочного простите водички выпила буду использовать губочку и эмпасту белый рафинад если будут какие то вопросы комментарии со мной сегодня опять рядом александр как и всегда дай боже чтобы так было долго долго до конца жизни александр мой муж партнер по жизни по работе будет читать ваши комментарии так что если будут какие то вопросы задавайте кто с нами в первый раз меня зовут татьяна понащук я руководитель школы эми в городе ровно украина инструктор по дизайну по моделированию и по всему почему можно так им пасточки я положила на стекляшку теперь используем губочку возьму типса в сторону смотрите макаю и немножко танцуем по стекляшки по палитре можно использовать аэропуфинг можно использовать аэрограф кто чем любит но я за то чтобы побыстрее побыстрее будет просто губочкой сделать без проблем вот и начинаем от свободного края легкими движениями обязательно перед этим хорошо попляшите по палитре чтобы у вас была такая мелкая крошка получалась нас здесь нет задачи сделать эффект baby boomer да там либо какой-то переход градиент просто немножко делаем интереснее под фоновку теперь буду сушить в лампе 15 секунд и опять добавлю белый цвет камеру поправлю чуть чуть мы сегодня кто присоединяется делаем вот такие варианты дизайнов праздничные варианты дизайна таком классическом сочетании добавляем еще усиляем просто белый оттенок уже больше так на кончик беру и опять сушим в лампе 15 секунд дальше у нас пойдет в работу краска гелевая черный тюльпан черным тюльпаном мы сделаем именно вот такие пятна пятна по фону можно использовать гель-лак для этого ну мне как-то красочкой удобнее вы сейчас увидите я буду кистью овал номер четыре это все делать она очень быстро и легко получается краской нет у нас снег не выпал у нас снег выпал и очень прям так хорошо и трогательно растал к утру так что снега у нас нет у нас на данный момент вот прямо сейчас в эту минуту идет дождь погодка праздничная новогодние настроение подымает елки елки продают игрушки европейская зима у нас начинается так овал 4 как и обещала кисть овал номер четыре выглядит вот так она обозначение к сожалению у меня никаких нет сейчас по моему меня где-то есть новенькая ну как новенькая помоложе вот это кисть овал кисть овал номер четыре овалом очень легко и просто наносить фоновое покрытие на ноготочки если вы работаете краской гелевой у нас 28 классненького так смотрите что делал набрала красочку черную и делаю вот такие легкие мазки прям не нажимаем на кисть держим ее практически на воздухе и добавляем просто несколько вот таких мазочков хотите сделать в эту сторону тоже растяжку повернули и в эту сторону продолжил ли просто вот это все такую грязную растяжку сушим в лампе 30 секунд праздничный дождь сразу же приставил минус 36 на наш праздничный дождь нет не дай боже конечно морозно этот дождь но вот порадовались снег вот такая stories поснимала как снежочек выпал и все и теперь уже нету так и сразу буду готовить следующий типсик тоже чтобы мы не отставали сразу два сделали то же самое повторяя кто присоединяется мы сейчас делаем под фоновку под наши дизайны то же самое внизу начинаю ты гидык ты гидык ты гидык использую губочку дизайн на сегодня вот старалась придумать вам попроще полегче меньше рисовательного всякого да чтобы попроще такие варианты были этот вариант у нас просушился под фоновки здесь можно уже клеить шермикон какие буду использовать шермиконы показываю шермиконы буду использовать конечно полосочки полосочки это у нас линии золота 117 линии золота но если работаете гибкими лентами можете тоже использовать я буду сегодня работать шермиконами и себе ногти на новый год сделаешь я тут знаете так смотрю на свои ногти и думаю что они скоро отпадут сами по себе потому что коррекцию надо было делать уже недели две назад это касается правой руки имею ввиду ну что буду делать еще не решила там скорее всего мне придется ногти снять но посмотрим 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 загадывать не буду так шерме кончики есть клеем клею по горизонтали чуть 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 выше возьму так как у меня смотрите вот сейчас чтобы вопросов не возникало почему вот я не нанесла то без липкости да у меня что у черного тюльпана что у моего фона 267 практически нету липкости я могу могу запросто клеить себе шермикон и просто на эту поверхность не наносить не топ не там специально какие-то обезжиривать поверхность я могу просто работать по сухой дисперсии этих материалов так ну и следующим движением что у нас будет мы перекроем это все топом без липкости топ-текласс наношу и будем сушить в лампе две минуты обязательно следите на трахленных ногтях ногтях когда клеите шермикон чтобы у вас вот один миллиметр не доставала с этой стороны и с этой стороны понятно что на типсе мы все это можем себе скинуть так на скидочку да но на натуральных ногтях обязательно чтобы вы хорошо запечатали шермикон топом здесь еще раз добавляем усилием даже такой эффект можно использовать просто без черных пятен если хочется сделать какой-то праздничный такой снежный маникюрчик можно просто добавить там звездочки либо снежинки еще раз покажу что у нас сегодня программе перекрыла глянцем хотела сделать матовым но вот как-то в матовом мне не очень красиво смотрелись эти дизайны мне захотелось их сделать в глянцевом покрытии но вы можете конечно экспериментировать можете сделать в матовом можете сделать в глянцевом менять цвета можно взять для фона основного какой-то нежно-голубой и звезды делать потом серебряные нежно-голубой сочетание черным белым и звезды серебряные тоже будет очень красиво так кисть овал номер четыре краска гелевая черный тюльпан так как и в первом нашем варианте наношу вот сначала от кутикулы формируете линию кутикулы цвета возле линии кутикулы и легкими движениями начинаете тянуть вниз здесь нужно сделать такой рваный эффект у вас какой-то по длине и прям должен быть какой-то покороче мазок я имею ввиду достаточно сушим в лампе 30 секунд так на меня уже просушился первый мой фон дальше бафим саша здесь саша здесь не переживайте саша здесь бафим обязательно бафим так как мы будем работать с фольгой я сейчас заберу просто тип создать вас чтобы быстренько забафить то что буду шатать вам сейчас экран вафлю бафиком не новым бафик использую старый если взять новый бафик вы можете сильно поцарапать поверхность конечно и даже вытереть шермикон забафили и теперь обезжириваем я всегда перед тем как работать с фольгой бафлю поверхность использую топ без липкости сушу его и бафлю поверхность почему топ без липкости все равно бафим потому что он девчонки может нагреться в лампе и все равно на топ без липкости вас отпечатается фольга такие коварные случаи были у меня по работе с клиентами после этого я всегда бафлю используем краску гелевую черный тюльпан для отпечатывания фольги и кисть мазок номер три либо идеальный мазок нолик есть в общем используем какую-то с остреньким носиком слишком тонкую не рекомендую использовать потому что тяжело будет контролировать ворс а вот такую мазковую кисть как раз супер спрашивает как самочувствие самочувствие спасибо что спрашиваете хорошо хорошо в общем хорошо кроме того что тяжело животность так хорошо рисую звездочку девчонки так как и в предыдущих эфирах где я показывала звездочки также рисую посмотрите поставила кружочек и начинаю вытягивать вверх один лучик в одну сторону лучик можно назвать ручки ручки ножки в другую и вниз 2 сейчас просто навожу по форме слежу чтобы каждый лучик был правильной толщины кисть мазок номер три сушим в лампе в зависимости от того сколько ваша лампа поработала и конечно от мощности я своей эми лампе который у меня уже работает достаточно долго буду сушить ну примерно минутку полторы надеюсь что эфир сохраню надеюсь что все будет хорошо и эфир сохранится обещать сто процентов не могу потому что это все таки дело техники техники и вай-фая надеюсь что сохраним здесь мы также клеим шарми кончик сейчас я возьму от ковырену возьму когда от ковырену добрый вечер татьяна вы не перестаете нас удивлять своими новогодними идеями спасибо это очень красиво спасибо большое спасибо девчонки буду рада если вы вот сделаете и отметите в stories рисовала звезды но какие-то кривоватые получились это не кривоватые это звезды в танце либо в прыжке такое тоже бывает летела летела звезда и вот подпрыгнула ну не все сразу девчонки на самом деле если серьезно то не все сразу не все сразу получается причем у всех нужно попробовать еще раз еще раз еще раз так убрала излишки со свободного края и вот убрала конечно из зоны кутикулы на клиентах мы используем либо ножнички либо щипчики теперь хорошенько могу прижать чтобы он не туда-сюда не прыгал и перекрываем также топом топиком топиком перекрываю топом the class топом без липкости вот на клиентах делайте так чтобы вас еще раз повторюсь миллиметр не доставала вот на свободный край и зону кутикулы чтобы вы все хорошо запечатали топом суши так это мне надо еще 30 секунд и сушить фольгу топом the class перекрыла показываю спрашивают татьяна курс мимишки еще не выпустили нет еще не выпустили девчонки еще не выпустили как только выпустим сразу сделаю анонс дам знать сразу напишу во все группы так что не переживайте не пропустите что по фольге буду использовать фольгу свою любимую желтое золото желтое золото вот я сегодня прям работала эти кусочки отпечатала звездочки к нашей фольгу шки я буду еще добавлять пигмент ультразолото пигментом ультразолото я буду дотирать мелкие какие-то там проплешинки на своей звездочки очень удобно работать совмещать фольгу и пигмента как литье получается тогда супер идеальное и так печатаем прижимаем пальчиком нашу звездочку раз два три 4 5 забираем видите да отпечаталась максимально прям звезда целиком добиваю какие-то кусочки мелкие и дотираем тогда пигментом вот по контуру нашей звезды и где-то там где маленькие какие остались там вообще малюсенькие дырочки нам все забьет пигмент это пигмент ультразолото пушистой кисточкой а кисточкой веерочек подметаем убираем вот и получается у нас идеальный эффект литья фиксируем в лампе 15-30 секунд обязательно фольгу фиксируем на месте помните что фольга это супер тонкое напыление на прозрачной поверхности клееночки вот и для этого мы фольгу фиксируем подсушиваем в лампе так где наш второй вариант второй вариант мы также бафим также бафим бафиком сейчас я уберу с экрана чтобы вас не укачала ну понимаете что ничего криминального делать не буду я просто забав ли честное слово не переживайте александр можете почитать есть комментарии вопрос даже звезда в шоке от того что она такая красивая в этом году кстати вам очень много вариантов звездочек уже давала при мне кажется разнообразие у вас будет обезжириваем и еще раз рисуем звезду здесь кстати можно нарисовать маленький месяц давайте нарисуем маленький месяц звездочка у нас уже есть мы маленькую луну сделаем здесь рисуем просто букву с дизайн посвящается александр если не старую луну да но теперь же виднее давай кто нас умный кто талантливый я только рисует и давай уже там старое но новое молодой месяц до венгии не венгии вот маленький таки месяцок маленькая луна сушим в лампе также вот в лампах сушить и обычно начинайте с 30 45 секунд вот 30 45 и увеличивайте просушку я имею ввиду это если вы не знаете сколько в вашей лампе нужно сушить краску под фольгу эфир сохраню если все получится будем надеяться что все у нас получится эфир обязательно сохранил теперь перекрываем топа фольгу фиксируем обязательно два раза топом я сейчас быстренько перекрою топом текласс только звездочку просушу в лампе 30 секунд и потом перекрою прям весь наш дизайн перекрывайте очень быстро фольгу потому что чем дольше вы будете возюкать кисточкой по фольге любым покрытием любым топом базой тем быстрее у вас фольга скукожится и как бы начнет растворяться под финишным покрытием эфир сохранится для вас это ты не саша спасибо большое инесса спасибо думала муж захотел в любви признаться в прямом эфире их нет и перекрываем теперь нашу звездочку целиком топом дальше у нас останутся только стразики возможно покажется на первый взгляд что этапов очень много но так как у вас у клиентам две ручки на самом деле работать будет очень легко и быстро то что одна ручка сушится в лампе другой ручкой вы работаете на другой ручке рисуете да там допустим дизайн соответственно получается быстренько здесь печатаем нашу луну татьяны поняла как работать с фольгой спасибо большое как приятно 1 2 3 4 5 забираем обратите внимание что я делаю резкое движение да я не туда-сюда вот так качаясь по рисунку а прижала и убрала ну все теперь вот эти мелкие какие-то проплешинки мы быстренько прикроем пигментом ультразолото вот в этом дизайне вы кстати можете звездочку заменять на луну заменять на игрушечку заменять на любой какой-то элемент и я прочитала комментарий он мне стеснительный он не скажет за кадром я надеюсь если не скажет то я додавлю что скажет убираем излишки и фиксируем также в лампе обязательно фиксируйте потому что вас и фольга и пигмент пигмент может подтянуться за кисточкой если вы не зафиксируете в лампе фиксируем здесь нас уже все просушилась и мы можем декорировать стразами стразы девчонки можно использовать любые по цвету я имею ввиду я для себя подобрала для этого дизайна соответственно стразы цветов которые подойдут мне больше всего я взяла вот такие хамелеоны желтые не помню как они называются по стразам у нас выступает александр вот такие мелкие сейчас он сфокусируется вот эти мелкие это у нас номер с с 2 самые маленькие ну и если надо где-то большой поставить то также можно использовать микс серебряных разных на что крепим стразы стразы крепим как всегда либо на базу медиум либо на базу максим на то что лучше всего держит стразики креплю уже не один год на эти базы все носится без проблем даже на матовом топе главное все хорошо и правильно закрепить до давлю что сказал люблю да 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 валентина берем на заметку стразики у нас есть базу я капнула на стекляшку единственное что я сейчас продекорирую еще себе м пастой дорожки да чтобы вы знали что я буду использовать м пасту ажурное серебро для того чтобы сделать мелкие точечки вот она м пасточка вот так она выглядит м паста краска без липкости кто не знает не работает еще с им пастой эта краска без липкости который можно работать по любому финичному покрытию ничем уже не перекрывать какие стразы берете какой фирмы это стекло александр что это это стекло идет бриллиант кристалл фирма ты мне сказал что так крепим сейчас покреплю стразики тогда буду видеть будет видно где дорожку делать и так маленький стразик прикрепим вот сюда и у нашей звездочки будет большой страз по центру и маленькие по бокам я сразу так и наношу эти побольше наношу прям так базы для того чтобы вас стразик держался на базе девчонки мальчишки нужно отдать нормальное количество базы это не значит что вам нужно наливать прям лужицу целую но так чтобы вы когда ставите стразик у вас возле стразика сформировался такой ободочек эти желтенькие стразики очень красиво смотрятся именно в сочетании желтой фольгой сейчас я поставлю и открою себе малышей карандашей дольше всего здесь в дизайне займет вот эта простановка страз то что стразы малыша то эти пока поймаешь пока поставишь не забывайте что следующий у нас эфир сразу скажу пока мы все вместе будет во вторник буду проводить своем личном аккаунте таня ровно тоже что-то придумаю интересное для вас наперед еще не знаю но что-то сделаем я когда выдавлю на мужа чтобы сказал люблю слышу в ответ денег нет ну здесь все попроще девчонки деньги у меня так что меня любить надо так перекрываем топом также помните как и со звездочкой я сразу зафиксируем месяц луну нашу просушу 30 секунд и тогда перекрою все вот я просушила немножко базу зафиксировала и буду дальше ставить стразики а потом просушу уже все вместе целиком так боюсь что во время эфира не рассыпать стразы а то александру придется опять собирать здесь поставим большой и два маленьких стразики звезды и месяц литьем до звезды и месяц это литье ну давай давай вот прикрепила иногда карандашику больше страз прикрепляется чем к базе поверхности так вверху ставим еще капельки и добавляем стразики вот специально делаю промежутки для того чтобы у меня сформировалась такая цепочка да но старайтесь в одну линию ставить вы можете сразу проставить прям себе наметить точечками но к сожалению иногда вот эти точки импаста не мешают хорошо закрепить стразик поэтому не советую а я боюсь чихнуть когда работаю с глеттером это да чихнуть страшно особенно вот период праздников до новогодних вообще честно вам скажу сейчас вообще чихнуть страшно на улице даже то что чихнешь и половина людей которые шли возле тебя сразу шарахаются если ты кашля не уж тоже фиксируем в лампе вот базу нужно со стразами просушить не меньше минуты чтобы хорошо закрепить теперь перекрываем перекрываем целиком все топом и сушим в лампе две минутки да главное не рожать во время эфира это точно так база я подсушила теперь тоненькой кисточкой ставим точки сейчас и кисть еще подождите подождите сейчас я сейчас девочки ничего не делаю одной рукой держу типсу второй ищу кисточку нашла не есть такая специальная кисть которая у меня уже умерла но я и не даю целиком от меня уйти сухая кисть белая синтетика это старая моя кисточка я просто ее использую для точек для того чтобы не использовать никакую там кисть новенькую с тоненьким носиком я использую кисть которую мне не жалко и ставим маленькие точечки точки мы формируем просто цепочку возле наших странников все сушим в лампе сушим в лампе 30 секунд почему 30 секунд потому что я дальше буду продолжать делать дизайн подсушим 30 секунд ну и наш месяц вышел месяц из тумана здесь еще сделал даже не точками я тоненькой кисточкой потому что по длине и линия тяжело будет сделать ее ровненькой без подмалевочка я сейчас тонкой кисточкой линия арка 5 дробь 0 темная синтетика себе сделаю прям тоненькую такую ниточку кто фен включает у вас это не фен это лампа это нас так лампа жужжит коты тут прически делают друг другу сушит дальше топом teclas топом без липкости мы будем закреплять наши стразы вот если вы работаете по глянцевому финишу вы стразы обязательно закрепляйте вокруг топом без липкости если я работаю по матовым топу я этот момент пропускают там недостаточно просто базы такие точки не поставишь да да там кстати нет поэтому я и работаю кисточкой всегда вот такие мелочи делаю кисточкой прям вокруг прохожу закрепляют дополнительно перекрываю липкость базы и дополнительно закрепляю стразики вот если все этапы сделать правильно страз носится без проблем вообще теперь сушим две минутки у меня лампа сейчас наперекосяк стоит для того чтобы я зафиксировала телефон стоит лампа наперекосяк из-за этого немножко черхает вот этот как он вентилятор кулер да и жужжит она так дальше мы ставим стразики на нашей луне также базы формирую себе местечко со шестом не трогал поставлю стразики откроем здравствуйте девчонки кто присоединяется всем привет мои трудяшки работаете наверное все вот сейчас нагрузка пошла уже да насколько я вот помню с клиентами у меня в это время как раз начинался сезон сезон да у меня рыбинки все на месте уже месяц с зубами не оторвешь да вот я только тоже себе сколько делала стразиков на матовый даже топ оставила все без проблем держится главное все правильно закрепить здесь уже чувствуешь себя ювелиром на начинаешь подбирать там какой стразик там такой стразик там такой размерчик там такой размерчик дольше всего в этом дизайне еще раз говорю это ставить стразы но именно стразы дают всю красоту сушим в лампе фиксирует 30 секунд а потом досушим ну первый наш вариант уже готов вот первую клиентку мы можем отпускать сформировали такие два два кулончика можно сказать один кулончик звездочка и другой просто такой кулончик со стразами у меня стразы вот в подложке отлетает остается только основание это качество страз плохое да это ты дальше дочитал да 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 если остается только подложка качество страз плохое да девчонки ну свароцкий само собой стразы хорошие дорогие но есть и очень классные классные стеклянные стразы которые без проблем носится держится все отлично будет так что главное пластмасски не брать нас освободили лилова всех закрыли у нас тоже такое ждет у нас такое ждет в январе после праздника наверное чтобы все отошли от буду на а потом уже откроет главное чтобы все были здоровы пускай там открывает закрывает на чтобы никто не болел так и такой рыщешь глазами там в коробочке со стразами нужный размер вот фиксируем в лампе 30 секунд а дальше мы будем дорабатывать еще дальше на сам пастой просто проставиться точки и будет все ну и закрепим стразики м пасточка начинаем проставлять стразы это знаете такая хитрая хочу одним глазом и комментарии ваши читать и говорить при этом и работать ну и где-то какой-то полушария начинают отключаться здесь проставлю такими точками продубирую формулу нашей луны красивее просто смотреться будет украшал очка такая ну и буквально там пару точек я добавлю возле стразы на полосочки полосочка дает просто такое свое дополнение изюминку да вот зачем мы клеим полосочку в этих дизайнах во первых геометрия красиво смотрится и дает свое такое дополнение как эффект колечко эффект браслетика сушим в лампе 30 секунд и обводим вокруг страз топом без липкости я все пропустила пейзажи рисовала вот так аня ну все пейзаж сдала топом без липкости топом т класс прохожу вокруг стразика я надеюсь что эфир сохранится и можно будет пересмотреть окраской из суперстар набора можно сделать такие точки ну можно только тогда под финиш делайте подтоп хорошо потому что суперстар она блестит красиво подтопом если вы ее просто обезжирить и такого блеска не будет хорошего либо поставили точечки и сверху еще топиком так тэн 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 тоже прошлись точечками купила пасту серебро она жидкая и точки растекаются серебряная краска гущи смотрите если работать вот так им пасты открыть и сразу работать брать набирать она будет жидкая перед тем как набирать материал обязательно вот так перемешайте пасту в верху отделяется прозрачная фракция всегда в им пасте отделяется прозрачная фракция и получается что она такая жидкая кажется вот либо можно открыть баночку спрятать в тумбочку она загустеет чем дольше им паста контактирует с воздухом не светом обратите внимание не со светом с воздухом вот тем она гуще становится так что все будет хорошо им паста загустеет точно перемешайте либо просто на ночь и ставьте тумбочки открытую а я сегодня сертификат с марафона получила спасибо спасибо вам большое раз получили сертификат значит работали работы и так вот что у нас сегодня получилось у нас с вами получилось два варианта вот так возьму наверное будет лучше смотреться у нас и луна получилась внепланово как-то я неожиданно поменяла и звездочка получилась дизайн и кстати можно добавлять на один ноготочек как украшение все остальные могут быть либо черные либо там любой другой какой-то оттенок использовать и пятнышко вот эти также заменять на тот оттенок вот делайте все ноготочки зеленые сделайте вот это пятнышко по центру зеленым темно зеленым да и сделайте потом звездочку как основа для идей я думаю у вас теперь есть можно теперь фантазировать дорабатывать и творить какие-то свои варианты спасибо девчонки спасибо перемешала уже три дня стоит открыто и только что не что-то не густеет ну я буду надеяться что все получится с импастой потому что вот когда она новая у меня она тоже жидкая но потом при работе она начинает густеть спасибо большое девчонки за внимание спасибо за то что были со мной я буду выходить сохранять эфир чтобы он вам остался обязательно для просмотра в записи встречаемся с вами во вторник в 7 часов по киевскому времени 8 часов по московскому времени в аккаунте таня ровно всех люблю целую обнимаю от саша вам большой привет до встречи пока 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 пока